Один из неприятных моментов японских иероглифов заключается в том, что они, к сожалению, совершенно не избавляют от проблемы амфонов. Например, слово страус в японском языке звучит как дачо. И очевидно, что вторая часть обозначается иероглифом птица. И логично предположить, что, наверное, да, которое звучит в слове дачо, значит большой, ну, типа большая птица. Страус достаточно большая птица, поэтому это звучит логично. Но, на самом деле, первый уроглиф в том, дачо, это верблю. То есть это птицы-верблю. И на этом можно было бы закончить, но сам уроглиф верблю состоит из двух элементов. Из слова лошадь и из слова оно. Так и живем. Небольшое дополнение. Слово оно в японском языке обозначает исключительно хироганой. Вот этот элемент, который обозначил как оно, это чисто китайская тема. Поэтому не пытайтесь представить его в японском языке. Вот. И второй момент, что в китайском языке слово верблют обозначается, собственно говоря, одним уроглифом. То есть это тот, который я и указал. Вот. Но в японском языке слово верблюд пишет двумя айероглифами. И это именно верблюд. Вторая часть и первая часть, это у нас слово, обозначающее белая лошадь. Но оно, к сожалению, не используется нигде, ни в составе других слов, ни в самостоятельности. Вторая часть. Так. Вына. Продолжение следует...